МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу Время говорить. Главная тема сегодняшнего выпуска в коротком изложении. Траур города у моря. Сегодня в программе рассказы жителей Одессы о том, что думают горожане о трагедии 2 мая, когда больше 40 человек погибли в уличных столкновениях и в огне пожара. 1 май. Из политического действия демонстрации трансформируются в массовое праздничное шествие. Недалеко до карнавала улыбаются рязанцы. Разбились на мосту автовария со смертельным исходом произошла под Рязанью сегодня утром. А теперь обо всем подробнее. Одесса, жемчужина у моря, самый веселый город мира, где живут самые остроумные люди планеты, погружена в траур. События 2 мая обожгли своей трагедией всех нормальных людей. Их души, их чувства, их сердца. Напомним, столкновения в Одессе начались 2 мая в пятницу. Боевики радикальных националистических организаций, поддержанные футбольными фанатами, напали на лагерь активистов антимайдана. Начался погром, закончившийся диким побоищем. Укрывшихся в доме профсоюзов людей, озверевшие националисты попросту сожгли, подпалив здание бутылками с зажигательной смесью. И все это на фоне отвратительного бездействия милиции. Вот что рассказал нам сегодня во время связи по скайпу Евгений, житель Одессы. Абсолютно точно было известно, что что-то будет, потому что об этом знали врачи. И имена людей, которые это организовывают, они есть в соцсетях, они обменивались сообщениями. Было абсолютно понятно, что как это предотвратить, можно было отследить и так далее. И милиция, как минимум, обязана иметь в этих кругах своих информаторов, как это всегда во всех милициях делается. Ничего из этого не было сделано. Милиция никаким образом не попыталась предотвратить. А вот фрагмент письма, который прислала своей подруге в Брянск, жительница Одессы, опубликована в электронной версии брянских новостей. «Я стоял внизу рядом с толпой обколотых и пьяных ублюдков. Они были вооружены палками с гвоздями, кувалдами, арматурой и огнестрельным оружием. Представляешь, стоят рядом со мной, показывают на крыше, и во всех красках описывают, что они сделают с рашкинцами и колорадами. Если бы они узнали, что я мама одного из тех, кто в здании, меня прямо там убили бы». Конец цитаты. Это как раз тот случай, когда комментарии излишни. Сегодня в Одессе третий день траура, и к скорби одесситов присоединяются все, повторяю, нормальные люди. Теперь о делах рязанских. Главным образом они связаны с первомайскими праздниками. Когда-то один из главных политических, первомай в новое время стал не очень-то понятным по идеологии праздником весны и труда. По большому счету, просто очередным большим выходным днем, с ярким шествием коллективов трудящихся, по которому, честно говоря, народ уже заскучал. Праздник вышел веселый, люди пожившие утверждали такое, как раньше, музыка, песни, пляски. Шествие получилось красочное, мы можем утверждать это вполне предметно, поскольку проводили 1 мая так называемый тракт будущего прямого эфира. Это полная проверка готовности, попросту говоря, генеральная репетиция к 9 мая. Все происходило на глазах операторов, корреспондентов, редакторов и режиссеров телекомпании «Гор». Все видели все. Видели и прекрасных барабанщиц, таких воздушных и соблазнительных, и парад лучших спортсменов, и запущенные в синее небо сотни воздушных шаров, а главное – множество участников. И ни одного хмурого лица, ни одной кислой физиономии. Карнавал, да и только в самом хорошем смысле. Так держать рязанцы. Основным обозревателем первомаярских торжеств у нас в программе стала Оксана Тебенихина, потому ближайшие эфирные минуты займут ее репортажи. Первый – об открытии областной доски почета на площади Победы. Первого мая на площади Победы состоялось торжественное открытие обновленной областной доски почета. 48 человек – руководители предприятий, деятели культуры, артисты, журналисты – увековечены как личности, внесшие весомый вклад в развитие региона. Свидетельство о занесении на доску почета рязанцев вручил губернатор Олег Ковалев. Передовики есть во всех сферах деятельности. Имена лучших сегодня занесены на доску почета Рязанской области, которую мы обновили по традиции день 1 мая. Таким образом выражать свое уважение к людям труда, к передовикам нашим. И мы гордимся вами, теми, кто сегодня находится на этой доске почета. И мы считаем, что вы своим трудом служите примером для молодежи. Самодвижный труд, преданность профессии, любовь к этой профессии, любовь к людям – это очень важная составляющая, которая всем вам присуща. Что примечательно, наш регион стал одним из первых в стране, кто возродил старую добрую традицию занесения имен передовиков на общую доску почета. Как отметил губернатор Олег Ковалев, Рязанская земля богата талантливыми людьми. Их вклад в развитие области неоценим. И, несомненно, количество фотографий замечательных и знаменательных людей на областной доске почета с каждым годом будет увеличиваться. Равняются на вас сегодняшние школьники, студенты смогут в будущем и правильно выбрать профессию, и, в общем-то, правильно сориентировать себя на то, как вести себя, как работать, как общаться с людьми. Далее, по традиции, губернатор возглавил праздничную демонстрацию в честь Дня мира, труда и мая. В параде приняли участие и рязанцы, награжденные сертификатами о занесении на доску почета. Не стоит забывать, что 1 мая изначально праздник с политическим фундаментом, а потому партийцы выводят на демонстрации свои колонны. Рязанские либерал-демократы, разумеется, не стали исключением. По доброй традиции, партия либерал-демократов приняла участие в первомайской демонстрации. В шествии возглавил координатор регионального отделения ЛДПР Денис Никитин. Хочу поздравить всех рязанцев, гостей нашего города с этим замечательным праздником, потому что 1 мая всегда объединяло людей, несмотря на какие-то политические разногласия, может быть, различные общественные взгляды. Но, тем не менее, все россияне в едином порыве в этот день выходят на первомайскую демонстрацию, проходят в единой колонии. И это означает, что наш народ не победит. Нельзя было обойти стороной те печальные события, которые происходят сейчас на Украине. На митинге, которым завершилось шествие партии ЛДПР, этой теме уделили особое внимание. Какие бы санкции ни вводили сейчас против нас США и страны Евросоюза, как бы ни пытались очернить нашу страну, нам это не важно, потому что мы – великая Россия. И я надеюсь, что восстановление исторической справедливости по присоединению Крыма в том числе послужит дальнейшей опорой возрождению и процветанию нашей страны. Я думаю, что Рязанское региональное отделение ЛДПР обязательно подарит викторам сегодняшнего митинга на Зевин. Если у них проблемы с глазами, или им кто-то там чего-то не написал, то каждый ребенок в стране знает ту партию, которая говорила о том, что необходимо защищать русских на территории всего бывшего Советского Союза, что сегодня и делает президент нашей страны. ЛДПР – это та партия, которая говорила о необходимости возвращать исконно русские земли, полятые кровью наших детов и прадедов. Для партийцев Первомай является особенно важным праздником. Да и вообще все больше людей в последнее время начинают задумываться о его историческом значении. Этот день был, есть и навсегда останется днем сплочения трудящегося народа, днем, когда социально-политические проблемы общества становятся особенно актуальными. Именно 1 мая политические партии выходят на праздничные шествия, и от того, как партийцы работают с людьми в течение всего года, зависит и то, как их во время демонстрации примет народ. Либерал-демократы в очередной раз заручились поддержкой избирателей, и это очень неплохой показатель политической деятельности регионального отделения и степени доверия электората. Вместе со всеми праздновали Первомай преподаватели и студенты. Особый повод был у Рязанского медуниверситета. Портрет представителя вуза отныне размещен на региональной доске почета. Далее подробности. В Первомайской демонстрации наряду с другими вузами нашего города принял участие и Рязанский государственный медицинский университет. Преподаватели, профессора, руководство и, само собой, студенты торжественной колонной прошли по центральным улицам Рязани. Студенты, как сегодня настроение, как праздник, что знаете о празднике? Отлично, о празднике мы знаем, что для нашего университета это традиционное мероприятие. Каждый год мы выходим на Первомайскую демонстрацию, чтобы показать наши отношения к празднику мира, труда и мая. Особо важным и праздничным событием для нашего медуниверситета в этот день стало еще и то, что один из профессоров университета стал заслуженным гражданином области, и теперь его фотография нашла свое место на региональной доске почета. Это Валерий Анатольевич Кирюшин, проректор по научной, инновационной и воспитательной работе. Мы очень рады, что представитель нашего университета, профессор Кирюшин Валерий Анатольевич, проректор по научной, инновационной и воспитательной работе, удостоился такой чести висеть на доске почета области. Решите от имени сотрудников, студентов Рязанского государственного медицинского университета поздравить всех наших земляков с праздником весны и труда 1 мая, пожелать им здоровья, счастья, успехов в работе и всего самого наилучшего. Наша телекомпания поздравляет Валерия Анатольевича с этим замечательным событием. Уверена, что студентов и коллектив Рязанского государственного медицинского университета ждет еще множество таких же знаменательных и крайне важных для жизни вуза и области событий. Субтитры создавал DimaTorzok Далее сообщил губернатор по самому музею Есенина, принято решение о строительстве въездной зоны не в охранной зоне, а на территории, где будет гостиница, конгресс-центр, куда будут вынесены административные здания музея и фонда хранилища. Что касается незаконного выделения земельных участков, то сейчас по этому вопросу ведется проверка Генпрокуратуры. Владимир Путин сказал, что просит рязанского губернатора самым внимательным образом рассмотреть абсолютно все эти аспекты. Если нужны какие-то дополнительные решения, в том числе на законодательном уровне, сказал президент, пожалуйста, выходите к депутатам региональной думы. Если нужно на федеральном, пожалуйста, на федеральном уровне. Вы знаете, что такие вопросы, безусловно, будут поддержаны и правительством Российской Федерации, и Государственной Думой. Здесь сомнений нет. Не для всех 1 мая стало праздничным днем. Оперативные полицейские сводки принесли известие из Пронского района. В этот день утром в одной из квартир Новомичуринска были обнаружены тела мужа и жены с множественными колторезными ранениями. Узнавал обстоятельства преступления Глеб Галушкин. Двух жертв жестокого убийства в Новомичуринске опознали. Ими оказались заместитель главного врача местной районной больницы Людмила Тян и ее муж, замдиректора Новомичуринского предприятия промышленного железнодорожного транспорта Сергей Королев. Их тела с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в квартире 1 мая. Правоохранительные органы задержали подозреваемого убийцу. Им оказался 26-летний двоюродный брат погибшей, приехавший к ней в гости из Челябинской области. По данным следствия, подозреваемый приехал в Рязанскую область в гости к родственникам. Рано утром 1 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он после ссоры нанес множественные удары ножом своей сестре и ее мужу. После того, как потерпевшие скончались, он с места преступления скрылся. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Добавим, что у погибшей Людмилы Тян остался сын. И от брака с Сергеем Королевым несовершеннолетняя дочь. Еще одна трагедия случилась уже сегодня. У так называемого Большого моста через Аку произошла автоавария со смертельным исходом. Дело было после 11 утра. Невесело началась после праздничной недели. Серьезная дорожная авария, в результате которой погиб человек, произошла сегодня на Солочинском шоссе. ДТП случилось в начале 12-го примерно в 150 метрах от моста через Аку в сторону поселка Шумаш. Автомобиль Toyota Land Cruiser двигался по направлению со стороны города Рязани в направлении поселка Солочи. Автомобиль ВАЗ-2107 двигался по направлению со стороны поселка Солочи в направлении города Рязани. По предварительной версии водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, в результате чего вынесло на полустречное движение, где он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате аварии погиб пассажир отечественного авто. Еще двое пассажиров и водитель получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Водитель внедорожника получил небольшие травмы. Еще известие от правоохранителей. Рязанские следователи и судмедэксперты занимаются обстоятельствами гибели двух девочек, жительниц Сасова, которые пропали в середине марта. Искали подружек 11-летнюю Дину Голицыну и 10-летнюю Веронику Никулову. Спасатели, полицейские, курсанты летного училища, добровольцы. Выяснилось, что детей видели на льду реки Цны, а потому версии выдвигались самые печальные. Опасения оправдались. 24 апреля в Цне нашли тело Дианы, а 1 мая в той же реке нашли погибшую Веронику. В ходе осмотра признаков криминального характера смерти не обнаружено. Жизнь есть жизнь. Радость и печаль всегда неподалеку друг от друга. Что делать? Сегодня нашу информационную часть продолжит программу подробностей. В студии будет ректор Рязанского радиоуниверситета Виктор Сергеевич Гуров. Поговорим о скором дне радио и о том, как вузовцы поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова